всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду давненько присматриваюсь к целому разделу блюд называемых во франции террин вообще говоря если быть академически точным террин во французском это посудины стерракоты и только во вторую очередь блюдов которые в этой посудине запекается у меня к сожалению именно стерракоты потребляющей посудины нет я вот сегодня поехал и купил вот такую это тоже глина белая какая-то она не совсем такой формы какая нужна то есть террин это более высокая форма крышка должна присутствовать ну что нашел то нашел извините по сути это некая разновидность паштетов иногда из полностью измельченного сырья иногда из крупнорезанного иногда паштеты не запекают вообще в холодном виде готовят прессуют и такое получается как заливное что ли это не заливное наверное как головизна знать такой из свиной головы готовит вот вот такая штука блюдо это в готовом виде хранится в холодильнике дней 10-12 очень нарядно смотрится в нарезанном виде на праздничном столе ну и на завтрак я вам доложу штука очень приятная я сегодня собираюсь приготовить террин в деревенском стиле то есть террин де компань для него закупил рудинку свиную со шкуркой свинину с большим количеством прожилок окорок фактически без жира и субпродукты в желудке печень сердца куриные кроме того понадобится соль нитритные коньяк или бренди фисташки сухофрукты я взял инжир яленый из пряностей бадьян черный перец душистый перец черный перец часть я размелю в ступке а часть оставлю целеньким тимьян сушеный еще лук яйцо и крахмал да и жировая сетка которую мне мясник на рынке подарил ни копейки не взял представляете набор видов мясного сырья дело вашего вкуса тут главный принцип то есть должны присутствовать субпродукты обязательно и должны не должны как правило присутствуют какие-то красивости внутри паштета в данном случае это фисташки и инжир но не во всех терринах они используются сначала подготовка за грудинки надо срезать шкурку из него буду варить швартный блок или как он называется в советских гостах белковый препарат шкурку зачищенную жировым слоем в кастрюльку немного воды и варить часов 6-8 под крышкой при температуре 90-95 градусов а если вы уже готовили сосиски сардельки как я вам показывал в этом ролике то швартный блок у вас в готовить стоит в холодильнике радуйтесь печень надо зачистить сердечки разрезать пополам желудки тоже смотреть на предмет всего лишнего переложить посудину и залить холодной водой я бы даже сказал ледяной водой и оставлю это дело в холодильнике на пару часов по сути просто избавляюсь от остатков крови в продуктах так остальное сырье нарежу на кусочки чтобы они лучше просаривались перерыв продолжаем изговор замоченное предварительное сырье я бросил на дуршлаг так что к нему сейчас добавляю нарезанное мясо и грудинку и соль поваренную и нитритную перемешать как следует и затем отправить в холодильник на сутки просаливаться ничего заморачиваясь просаливанием несмотря на то что затем будут пропускать сырье через мясорубку дело в том что соль растворяясь повышает эстматическое давление на стенке клеток те лопаются и клеточная жидкость которая в том числе и белок содержит выходит наружу результате после тщательно вымешивания фарша и запекание тирина в духовке готовый продукт будет иметь такую плотную текстуру а не разваливаться как рыхлая котлета не последнее действие на сегодня инжир надо замочить в коньяке а пряности измельчить в ступке не все напоминаю то есть часть черного перца я не измельчаю нравится мне когда он крупный попадается в готовом продукте на зуб и все пряности измельченные не измельченные к инжиру это во первых их простерилизует а во вторых коньяк сделать более ароматным и завтра после добавления этого ароматного коньяка с пряностями инжира в фарш после перемешивания все вкусы и ароматы в тирине распространяться более равномерно это будет вот такая штука так ну что у меня перерыв до окончания в варке куриный куни куриной свиной шкурки для швартенблока прошло почти семь часов с тех пор как я отправил шкурку вариться честно говоря не знаю что тут особенно показывать ну короче сейчас надо ее измельчить в труху добавлю немного той воды практически бульона в которой она варилась ну сейчас обратно в кастрюльку и прокипятить минуты две дело в том что швартенблок ну или белковый препарат по госту это практически идеальная среда для развития плесени у меня измельчитель то не стерильные поэтому я и кипячу две-три минуты прокипит все это после уберу в стерилизованную посудину и отправил в холодильник использовать буду завтра доброе утро день 2 сергея посолилась буду его измельчать но сначала надо нарубить лука все пусть обжариваться до румяности а я пропущу через мясорубку сырье швартенблок застыл его тоже мясорубку и вот теперь можно все смешивать с коньяка я убрал пусть пока полежит в сторонке а вот сам коньяк и пряности можно добавлять и фисташки и обжаренный лук и тщательно все перемешать вот тут надо не просто все смешать а сделать это энергично чтобы фарш стал очень клейким плотным поэтому не спешите пусть вымешиваться как следует а я пока подготовлюсь сетку надо положить на форму весь не найдете керамическую для запекания можно наверняка использовать стеклянную или чугунную вот костяну я бы наверное не стал использовать хотя может она и ничего не хватит нам нужно вымешивать да смотрите отлично все можно собирать все в кучу так это будет первый слой и теперь в середину инжир и вторым слоем накрыть и уплотнить как следует и сеткой закрыть отлично запекать я буду в духовке но чтобы не пропустить момент готовности воспользуюсь термощупом запекать надо с паром поэтому на дно посудину а в нее кипяток первые 10 минут температура 220 градусов затем понежу до 110 и буду ждать пока температура в центре не достигнет 72 градусов и помните духовки у всех разные формы тоже разные я имею ввиду материал высота вашего терина толщина тоже разного всех получится поэтому время на запекание у всех уйдет тоже разное пользуйтесь термощупами на алиэкспрессе они стоят совсем недорого того прошло два часа и он запекся знаете оставлю еще минут на 5 на 7 включу верхний гриль хочу слегка на подсушить подрумянить верхнюю корочку ладно после этого подрумянивания покажу еще раз ну вот всего 6 минут под верхним грилем не так вот все зарумянилось красота теперь его нужно остудить чтобы фарш внутри стабилизировался поэтому на сутки его в холодильник встретимся завтра момент истины честно сознаюсь фарш я вчера наготовил на полторы порции и одну плошку вот эту остудил после приготовления отправил холодильник а вторую порцию вторую плошку запек и разрезал горячим и честно говоря был несколько удивлен и даже наверное разочарован потому что плотности фарша не наблюдалось вкус в горячем виде был очень такой странный из-за подбора пряностей но сегодня все изменилось разрезал не удержался уже попробовал кусочек это же совершенно другое дело во-первых аромат пряностей сегодня уже очень четко чувствуется что это аромат паштета из запеченки при этом чувствуется коньячок чувствуется они чувствуются другие пряности не знаю какие вы будете использовать но пряности очень кардинально изменяют в этот вкус паштета это это прям классно мне это нравится это классно это необычно это не тот паштетик с намазочкой такой он богатый за счет того что используется не только печенка но и другие виды мяса он более богатый по вкусу разным этим включениями это прям это прям здорово и очень важно просто вот супер важно использовать в этом почти на мой вкус супер важно использовать в этом тирине вот эти вот вставки сухофруктов сладких потому что сочетание слегка солоноватого мяса с пряностями и сладкого вкуса в данном случае инжира это прям супер это прям вот фисташки ну они мало дают в данном случае кроме внешнего вида внешний вид конечно меняется все становится более нарядным вместо сладких сухофруктов вместо инжира можно наверное попробовать добавлять ну к примеру вяленые томаты они сладко кислые кисло-сладкие такие получаются и тоже наверно будет очень здорово слушайте такие вещи надо готовить готовить на праздничный стол это очень необычно это очень здорово прям классно я наверно еще несколько тиринов приготовлю разных уже может быть не с запеканием мяса может с производительным отвариванием чтобы было по типу головизны это будет здорово короче готовьте и наслаждайтесь и напоминаю вам про промокод фреска потому что нарезать такой пашет нужно очень острым ножом спасибо за компанию всем пока